Львы! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале и для вас снимаю ваш второй прогноз на мае 2022 года. Работаем сегодня с колодами Николета Чиколь, а также Ленорман Утопия. Колоды перед вами, для тех, кто практикует и интересуется сам. Ну а мы с вами будем приступать к раскладу. Смотрим традиционным образом общие энергии месяца, вопросы работы, финансов, здоровья, личной жизни. Запросим у Арканов совет на этот период. А также посмотрим неожиданность этого месяца. Итак, общие энергии. Что ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, совет от карт. Так, Арканы перед вами. Я очень надеюсь, что вам хорошо видно. Приступим. Итак, общие энергии месяца у вас падает старший Аркан Дурак. Дурак всегда предполагает новый цикл, новый этап, новые возможности. Причем, обратите внимание, видите, здесь он такой едет с барабанной дробью. То есть это как активно вливаться в новое начало, в новую жизнь. У кого-то поездки, переезды, смена места жительства, новая работа, новые отношения. Зачатие или деторождение, появление питомца. В принципе, какие-то новые начинания. Допустим, вы можете интересоваться новой культурой, новой религией, новыми направлениями в том числе. Вплоть до того, что знаете, даже как изучать новый язык. Но мы посмотрим, как именно будет звучать этот Аркан для вас. Итак, что здесь? Дурак и пятерка мечей. Ох, какие у вас здесь карты. Так, ну что ж, буду трактовать в реалиях текущего времени. Итак, для мужчин это может быть такая, знаете, как ситуация на линию фронта. Вот как по собственному желанию, какой-то вот собственный прорыв. Для всех остальных это может быть ситуация какой-то вот мести. Причем, не знаю, там соседу, либо человеку, который вас обидел. Потому что здесь вот, знаете, как желание восстановления справедливости. Но вообще, дурак и пятерка мечей. Это, знаете, когда проснулась у вас какая-то воинственность. Когда вы на все молча закрывали глаза. Не то, чтобы от этого отнекивались. Ну, пытались для всех быть лояльными и корректными. А теперь понимаете, что все. Барабанная дробь, шашку на голо. И пришло время, как говорится, показать, где раки зимут. Это может касаться ваших коллег, друзей, взаимоотношений с родственниками. Просто тех лиц, которые, знаете, вас вампирили и отравляли вам жизнь. То есть это желание обозначить личные границы. Поставить кого-то на место. Разорвать с кем-то общение. Деловые, либо личные контакты. Потому что вы понимаете, что так продолжаться больше не может. Вот это как ключевое идет по этим арканам. Если мы посмотрим работу. По работе. Смотрите, колесо фортуны. Кардинальные перемены. И причем с чем они будут связаны. Вот если вы посмотрите внимательно на аркан. Обратите внимание. Видите, эту бабочку прибило. Пригвоздило. К этому колесу. То есть это перемены, которые застали вас врасплох. Либо ситуация, когда нанесли, допустим, вам в вашей работе. Вашему бизнесу. Либо каким-то начинанием урон. И вы должны не только адаптироваться под ситуацию. Но и кардинальным образом что-то здесь попытаться изменить. Поэтому давайте с вами будем смотреть, что же здесь по факту. Итак, если на данном этапе вы не работаете. То есть вы не работающий пенсионер. Вы в декрете. Либо вы домохозяйка. То здесь десятка кубков и колесо фортуны. У вас ситуация относительно стабильна. Потому что вы находитесь на попечении семьи. Выплатают семьи денежные переводы. Моральная, материальная поддержка. И здесь вы всецело будете погружены в бытовые аспекты. Связанные с вашей семьей. Здесь все ровно, все стабильно. Если же вы в статусе соискателя. Какова и для вас будет ситуация. Колесо фортуны и шестерка жезлов. Прорыв. Победа. Достижение цели. Точечное, знаете, попадание в цель. Но для многих это либо вопросы могут быть дистанционного характера. Работа найти дистанционно. Или, знаете, как работу найти в другом городе. В другом регионе. Либо за рубежом. Потому что, как вы видите, сами по себе арканы не предполагают перемещения. Но, тем не менее, кто ищет, тот всегда найдет. И, как показывают арканы, вам это удастся. Так. Если вы являетесь наемным сотрудником. Что же здесь? Здесь колесо фортуны и жрец. Это пройти проверку, экзамен, верификацию, аккредитацию. Подтвердить, в первую очередь, свои профнавыки. И, как следствие, вопросы повышения. Плюс у некоторых из вас даже может поменяться руководство. И для вас это будет со знаком плюс. Но, в первую очередь, если посмотреть ситуацию, которая вам сулит новые возможности. Именно для вас. В плане продвижения по карьерной лестнице. Поэтому, ну, замечательно. Пусть так и будет. И посмотрим для тех, у кого свой собственный бизнес. Что здесь будет у вас? А у вас колесо фортуны и жреца. Пока не до конца ясная ситуация с текущим положением вещей. Как вы будете двигаться дальше. Сейчас вот вы можете пытаться заморозить свои активы для сохранения стабильности. Для того, чтобы промониторить рынок и посмотреть, как двигаться дальше. Но, тем не менее, колесо фортуны и жреца. Если вы, ваша деятельность связана с медициной, эзотерикой, фармацевтикой. То, тем не менее, у вас здесь стабильное положение вещей. Стабильная ситуация. Потому что, несмотря на какие-то преграды, ограничения. Видите, по-тройке Пентакли работа ведется. Говорится, на хлеб с маслом вам 100% хватит. Если смотреть в финансовую сторону вопроса. Аркан влюбленные. Но здесь как рок изобилия. Возможности идут сами в руки. Деньги, знаете, как поступают. Это за счет как бы партнерской деятельности. Либо финансовой помощи со стороны. Причем помощь здесь может быть от вашей второй половины. Так и, допустим, возврат долга со стороны друзей. Либо просто кто-то вам может оказывать финансовую поддержку. Здесь все прекрасно. Если посмотрим вопросы здоровья, то по Пажу Пентакли рекомендую обратить внимание на почки и надпочечники. Потому что здесь могут дать о себе знать. Это то, что нарешает вашу легкость, вашу динамичность, вашу активность. Поэтому здесь с этим, пожалуйста, поосторожнее. Ну, для женщин это карта, которая может символизировать вопросы зачатия и деторождения. Для мужчин это еще как проверка репродуктивных функций. Допустим, вы проходите диагностику. Так. И на вопросы личной жизни. Что у нас здесь? Король Пентакли. Знаете, как? Страсть, которая вырывается наружу. Ну, то есть даже вы тут не будете пытаться контролировать. Ну, хорошо. Давайте смотреть, что будет по факту. Итак, для тех, кто на текущем этапе у нас свободен. То здесь Пажезлов и Король Пентакли. Для женщин это может идти знакомство и проявление внимания к вам со стороны мужчины земной стихии телезрива или козерог. Либо мужчина просто как стабильный, состоявшийся, состоятельный. Для мужчин это ваше желание обрести какую-то стабильность, реализовать себя в отношениях. И как следствие в связке в совокупности карт. Это будут ваши, как ваша инициатива, с кем-то знакомиться, выстраивать таковые отношения. Так. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. То здесь, ого, она больше для женщин отыгрывается. Король Мечей, Король Пентакли. Но выбор среди двух мужчин, быть или не быть, вот в чем вопрос. Острая ситуация, которая не подлежит откладыванию. Тем более здесь, видите, аркан башни. Ситуация, которая вот разрушится в любой момент. Здесь придется делать выбор. Потому что, если вы его не сделаете, его сделают за вас. И потом уже будете оставаться с тем, что осталось. Если останется, конечно. Так. Ну и для тех, у кого стабильные связи. То здесь Король Пентакли и Туз Кубков. Это укрепление союза. Это эмоции. Это любовь. Это, в первую очередь, забота. Это проявление внимания. Здесь еще, но это больше активная мужская позиция. Акцент на продолжение рода. То есть здесь мужчины будут в этом очень заинтересованы. Ну и вообще-то, знаете, как проверка отношений на прочность. Потому что здесь будет много проявлений ревности, страсти, амбиций. И вот это, знаете, как ситуация, когда очень много будет чувств. Так. Что мы посмотрим здесь в плане совета? Ну, четверка жезлов. Легкость, стабильность, радость, праздник. Четверка жезлов – карта семьи, карта рода. Поэтому это легкость на родине. Это такой возврат на родину. Здесь по четверке жезлов – это то, что касается вашего быта, вашего дома. Ремонт. Знаете, даже элементарная перестановка мебели. Какие-то нюансы, которые вам позволят ощутить легкость. Знаете, вот почувствуйте ветер в волосах, иными словами. То есть какую-то радость и праздность. Это могут быть просто семейные праздники. И, как следствие, знаете, поднятие духа, настроения. Это могут быть предложения на свадьбу, на венчание, на помолвку. Потому что, знаете, вот то, куда вы мчитесь, сломя голову. Но это касается ваших близких, ваших друзей, родственных связей как таковых. Если мы посмотрим и проанализируем в целом. Видите, у нас здесь старшие арканы ложатся и на работу, и на финансы. То есть месяц знаковый, месяц значимый. Но сейчас будем смотреть по вопросам неожиданности. Что же будет здесь? Какова ситуация? Так, неожиданность периода. Медведь, клевер и змея. Так, и дно колоды собака. Это, знаете, как обретение сильного покровителя. Клевер, змея. Здесь, знаете, как проявить какую-то смекалку, хитрость, чтобы выйти из патовых ситуаций. Тем более, дно колоды собака. Это как на службе, на работе, во взаимодействии с коллегами или с друзьями. Выявить, кто, допустим, является каким-то алчным другом, либо недобросовестным. Но в любом, знаете, как в любом аспекте здесь ситуация, когда вас поддерживают. И, знаете, как вы можете в первую очередь выйти из какой-то для вас сложной ситуации, неоднозначной ситуации, но с чьей-то помощью. Причем очень легко, как-то беззаботно. Это касается не только вопросов работы, заработка, вашего авторитета в коллективе. Но медведь, клевер и змея, это, допустим, вам кто-то из знакомых подсказал компетентного врача, хорошего специалиста. И вы можете, допустим, на ранней стадии оккупировать какое-то заболевание, которое отправляет в вашу жизнь. Поэтому карты здесь более чем замечательные. Пусть так и будет. Традиционно весь негатив мы с вами убираем и будем перекрывать позитивом. Негатива в жизни и так хватает, поэтому мы сделаем все так, чтобы у вас жизнь складывалась наилучшим образом. Поэтому по аркану влюбленной правильного вам выбора, судьбоносных перемен, поддержки. И пусть, наконец-то, удача вам улыбнется. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас выходит расклад на мае 2022 года. По прошествии времени, как всегда, жду от вас обратной связи и комментариев. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Тару, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!